йоу мои паяльчики паяйки я снова рад приветствовать вас на своем канале и сегодня у нас тематика будет посвящена моему пневмодозатору уже прошло прилично времени и вам скажу что до сих пор нареканий в его работе у меня не возникало но как и везде есть свои недостатки и в этом видео хочу сделать небольшой тир тир даун то бишь разобрать его и посмотреть внутренности хотя и не приверженец этого что я считаю что нихер лезть в устройство пока он функционирует вот и но все-таки интересное многие утверждают что это полный шлак хотя работает он прекрасно четко хорошо собран и один значит чувачок там даже писал что якобы качество сборки не является показателем ну я думаю что сейчас мы разберем его и убедимся в этом убедимся в том что это не так погнали отлично пропаяна стоит у такого микроконтроллер трансформатор от которого это все питается что еще тумблера для переключения педалей шланги все не одеты просто офигенно как бы просто так как не сдернуть все собрано четко вот вам ребятки и дешманский китайский пневмодозатор я конечно понимаю что это наверное можно было сделать все несколько компактнее но что тут что тут поделать ну в общем вы все сами можете видеть на видео и так что мне не понравилось блин так это то что немножко уебанские расположены элементы для подключения для подключения значит шприца с флюсом и значит недостаток и заключается в следующем смотрите значит фиксатор для трубки самозажимной находится здесь разъем для подключения кнопки и он же разъем для подключения ножной педали находится здесь увидите как это дебильно смотрится вообще это крайне не удобно поэтому я намерен перенести этот разъем куда-нибудь куда-нибудь сюда поближе поближе ну вы поняли короче говоря к трубке чтобы он был спереди а не сзади вот ну какие еще недостатки также здесь вот этот вот переключатель режимов он позволяет по всей видимости переключать кучу режимов но я только понял два то есть я могу включить сдвинуть вот эти два тумблера вверх включите непрерывную подачу то есть он игнорирует там любые ваши таймеры которые вы выставили на передней панели вот так что вот такие вот друзья штуки значит кто-то там еще кричал по поводу того что тут все а я блять течет с него ничего с него не течет тут есть и жектор который создает обратное разрежение для того чтобы сбрасывать нагрузку со шприца но к этому мы еще вернемся позже и так давайте приступим я думаю что нам следует для начала извлечь плату и определиться с местом вот так вот вот Продолжение следует... 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 Так... Ну и давайте заодно сразу... Продолжение следует... 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 Я предлагаю воспользоваться Да ебаный пидарасы сверлят Я предлагаю воспользоваться Вот такими вот проводами Которые я выпавил с блока питания Выкидывать я их не стал Потому что в нашей Так сказать сфере частенько Нужны подобные проводочки Они не очень толстые Они довольно качественные Легко паяются Вот возьмем Пожалуй три провода Разного цвета Это черный какой-нибудь Оранжевый И Например Ребятки Красный Ну и Что мы сделаем С одной стороны Как видите Эти провода уже Они уже запаяны Поэтому Скажем так Провода уже сделана за нас И мы просто их установим На место Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 мы установим их сбоку. А сбоку мы их установим, ну, давайте где-нибудь что-ли вот здесь примерно. Вот. Примерно в этом месте. Да, конечно, обидно, что в задней панели останутся вот эти вот отверстия, но ничего страшного, по сути, их не будет видно. Вот. Поэтому оставим все как и есть в данном случае. Теперь, что нам необходимо, так это необходимо определиться с диаметром сверла. Каким сверлом мы проколупаем отверстие. Отверстие у нас должно быть просверлено шестерочкой. так, шестерка. Так, мои паяльчики и паяльки. Ну, вот я удлинил наш переключатель. Вот я напаял, значит, дополнительные проводки к разъему, припаял их обратно. Также я выпаял наш три с половиной джек вот отсюда и припаял к нему проводки. И теперь нам нужно просверлить отверстие. Для того, чтобы нормально просверлить отверстие, воспользуюсь вот таким своим автоматическим тернером. и просверлим наше отверстие. Возьмем нашу шарошечку. Так, и проверим, ходят ли отлично входит? Просто отлично. Так, и надо же умудриться запихнуть его с этой стороны, ребятки. Я не знаю, как это вообще возможно. Пассабл ли? Или импассабл? Пинцетики мне понадобятся сейчас. ебать. Блять, оказалось не так уж и просто, как предполагалось. ну, сука. Ну, есть ребята вот он вылез наш разъемчик и теперь надо придерживать его и пофиксить нашей гаечкой чтобы это марк простите чтобы этот разъем никуда чтобы никуда разъем этот не делся оператор чисто фугачит даже все не представляете насколько это неудобно есть так ребятки пошло есть фаза но дома так вполне надежно теперь давайте вернем наших два провода питания на место для этого нам понадобится чудо-отвертки нам понадобится не просто чудо-отвертки нам понадобится новая ребята совершенно прекрасное чудо-отвертка той же фирмы и дизайн что и наш паяльник ну и давайте посмотрим действие чудно е-мое ребята вы это видели две секунды никаких у таких вот вам вращательных неудобных движений рукой так так значит это на месте это на месте давайте заширнем нашу плату как нибудь так так все что нам осталось сделать это сделать отверстия под наш под наш переключатель режимов я наметил где это сделаю и и вырежу я это своей бормашиной вот таким вот маленьким пильным алмазным диском к сожалению других у меня дисочков нет это все что осталось не поехали так и а и и и и и и и и вот по моему это было херовая затея но дороги у нас уже в любом случае назад нет о нормально как вы видите но вот эти дырки ну что сделаешь ничего не сделаешь с этими дырками так они и останутся вот тут у нас еще один казус как вы видите плата не подходит по ширине но это все ее можно подрезать поэтому сейчас этим и займемся сейчас мы ее и пропилим так как видите этого оказалось недостаточно поэтому давайте вот снимаю с другой стороны о как видите наша плата стала просто просто великолепно но единственное конечно вот эти вот ублюдские щели но что я могу сказать здесь можно конечно за у меня есть черные стержни клевые попробовать замазать ими но что ребята сделаешь такая жизнь сделал как мог что я могу сделать еще с такими руками и так ребятки вот что у нас получается сделано отверстие не очень ровными руками получилось соответственно не очень ровно и сейчас короче говоря я попробую замазать вот этим вот черным 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 клеем найти я котыли к нанесем так и вставляем а а так ну и вот что у нас ребятки получается но вполне себе как бы сносно цивильно сейчас клей подсохнет и я эти все сопли уберу чтобы не так торчали и мы закончим наконец-то открыть нашего пневмодозатора нам осталось сделать это установить все назад и так как я сломал вот эти вот заклепки которые были установлены на которых держалась плата и ничего похожего у меня нет поэтому мы воспользуемся вот этими шурупами гаечками и проставочками которые шли как которыми крепился вот этот вот переключатель вот ну давайте давайте все это нах установим 2 2 этих шурупов будет вполне достаточно как я считаю поэтому париться тут особо не придется потому что как бы плата не не испытывает никаких нагрузок там все такое поэтому на 2 шурупа закрепить ее будет вполне достаточно айска да конечно будет проблем на час видите что происходит проблем на будет сейчас попасть проблем на будет попасть вот в эти отверстия я думаю мы же с вами ска не мудаки все таки справимся айска неудобно и попадешь так теперь нам нужно воспользоваться на нашим скрипт драйвером на который вы видели короткий обзор будет это не так-то просто все равно как и ожидалось и он монтируем хотя бы на один ток ай блять ребята вы видите что происходит за беспредел есть есть теперь я наконец-то могу взять отвертки и как следует протянуть наши гайки оттягиваем сильно прям затягивать не стоит без фанатизма так как видите очень удобные отвертки вот о чем я говорил что в таких вот работах вот такие вот торцевые отверточки вообще просто незаменимая ну и вот наша плата установлена но теперь остается что подключить все наши провода на место давайте делаем это а как Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как видим, крышечка идеально села. Но остаются вот эти отверстия. Я думаю, что закрывать их особого смысла нет. Как бы нету, поэтому просто закрутим все на место. В данном случае это все целых два шурупа. Я их сейчас закручивать буду, ребята. Вы посмотрите, насколько меньше у меня времени уйдет, когда я воспользуюсь этой чудо-отверткой. Я отвечаю, я бы вам всем рекомендовал. Смотрим поближе, поближе. Смотрим, насколько меньше уходит времени. Есть. И все. Так. Ну что. Вот наш пневмотозатор собран. Так. Давайте же наконец-то подключим к нему наш шприц с плюсом. Сука, как это неудобно иной раз почему-то... Бонять. Чик. 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 Так. Так. Как видим, что мы получаем. Вот теперь все у нас спереди и нам нужно... Оп. Вставляем и смотрим, сколько нам нужно оставить трубки. Ну, пусть примерно вот столько. Ну и вот, что мы получаем. Теперь у нас все спереди, ничего не торчит. Нужно это все убрать. Выключатель у нас сбоку, как вы видите. Все как бы оно вполне себе цивильно смотрится. Переключается. Ну и давайте, давайте же отведаем работоспособность этого девайса. Сейчас я его установлю на свое пока что законное место. Так. Ух ты, блядь. Что? Да что, кто такой таймер выставил? Так. Моль, моль. Так. И, кстати, сейчас я, блядь, блядь, сейчас я вызву листик и покажу для особо одаренных, которые там писали ревогие комменты о том, что с него течет и надо быстро наносить, чтобы чисто упоротые пацаны не будут. Пацаны, ребята. Я же не подключил воздух. Самое главное же воздух. Без воздуха, ребята эта херня не работает. Поверьте мне на слово, я много раз пробовал, но у меня так ничего и не вышло без воздуха. короче для особо одаренных демонстрирую поближе прям зум конкретный вот смотрите вот я наношу наш плюс ровно четко аккуратно отпускаю и что вы видите чтобы где-нибудь текло вот увидите чтобы тепло я специально держу держу ничего не течет теперь как бы для особо одаренных поясню что такое и жектор как бы они инжектор это если кто надумает меня поправлять просьба обратить внимание на поршень вот видите он сдвигается назад потом и покажу стрелку вот как видите я нажимаю и вы слышите что срабатывает вакуум короче говоря вот чтобы избавиться излишнего давления так что не надо мне говорить что это дешевая китайская ибо ребята все работает красиво и так как вы видите сейчас когда я жму на кнопку вы только что видели но даже несмотря на то что установлено 6 миллисекунд как бы в общем дозатор продолжал давить это бесконечно теперь я возвращаю и как видите так так вот как видите теперь четко отчитывается как вы видите теперь отчитала 6 миллисекунд и даже если удерживаю кнопку нажата ничего не происходит опускаю и по 6 миллисекунд уж вот это вот не надо на это обращать внимание ребятки это забитая игла просто мусора шерстью я хер его знает может с моих яиц вода накаталась так что как видите вот дозирует просто просто прекрасно и просто отлично также здесь можно например задать интервал ну вот допустим каждая полсекунда чтобы мне не нужно было опускать кнопку вот как видите я нажимаю кнопку и каждые пять миллисекунд вроде как происходит вот такая штука вроде как опять повторений больше выставить я честно я сам не до конца разобрался потому что инструкция там была на китайском так интересно как то работает а если я убираю интервал то отрабатывает полные 6 миллисекунд здесь какая-то хитрая шняга необычно короче с режимами тут разбираться и разбираться но как как вы видели мы проапгрейдили все отлично работает ничего и шприца не вытекает вытекают наверное мозги у тех чуваков которые пишут блин всякий этот бред вот посмотрите здесь можно воспользоваться ручкой она имеет такую фиксацию чтобы я не мог провернуть которая регулирует давление вот сейчас давление уменьшается она сейчас поднимается вот мы и зафиксили и все как бы нормально так что ребята спасибо за просмотр и ставьте что-нибудь пока спасибо Продолжение следует...